Желаю вам доброго полета! Поехали! День 12 апреля 1961 года стал поворотным в судьбе человечества. Юрий Гагарин открыл миру дорогу в космос. Его ракеты и двигатели к ней были сделаны в Куйбышеве. А после все российские космонавты свой путь на орбиту проделали на Самарских Союзах. Мы находимся около центральной проходной легендарного завода «Прогресс». В цехах этого предприятия творят космическую историю всей страны. Это здесь были изготовлены первые две ступени гагаринской ракеты, а после созданы более 10 модификаций ракет-носителей и около 30 видов космических аппаратов. Столь хороши самарские ракеты, что могут взлетать и из казахских степей Байконура, и из сибирской тайги с космодрома Восточный. Им покорились даже джунгли Южной Америки, а именно космодром во французской Гвиане. Первую для России тропическую ракету доверили создавать специалистам РКЦ «Прогресс». Так появилась новая модификация Союза – Союз-СТ. А в Гвиане побывали несколько сотен самарских ракетостроителей. Каждому пришлось сделать прививку от желтой лихорадки. Безопасности ради. Новые условия работы поначалу самарцев пугали, но ко всему привыкаешь помогла и закалка российских космодромов. Не так страшно, как его молюют. Не очень-то там и жарко, не очень-то там и влажно. Да, дожди бывают, но к этому достаточно быстро привыкаешь. На наших космодромах иногда бывает тоже непросто в плане климата. РКЦ «Прогресс» – лидер по созданию ракет-носителей среднего класса. Однако в планах у предприятия новые цели. То, что касается дальнейшей программы, то мы ожидаем на открытии конкурса на фрагмент ракеты супертяжелого класса. И в этом конкурсе будем участвовать. Недаром Самару называют гаванью межпланетных кораблей. Отсюда покорять космическое пространство отправилось уже больше 1800 ракет. Космос пойдет дальше, освоение Луны и планет. Но это прогресс не остановишь. Человек все равно будет рваться. Валерия Макарова, Константин Головин. События.